Добрая воля Кавказа От Госдумы Российской Федерации Артур Таймазов Делегацию из Южной Осетии Представляет Республиканская молодежная организация Единая Алания Президент Российской Федерации Владимир Путин Провозгласил 2018 год годом добровольца В связи с этим Первый масштабный след волонтеров на Северном Кавказе Прошел в столице Республики Северной Осетии Алания Обсуждались такие немаловажные вопросы Как законодательная поддержка И обучение волонтеров Также в этот день был открыт первый ресурс добровольничества На Северном Кавказе Этот центр позволит объединить Не только добровольцев Севера Осетии Но добровольцев со всего Кавказа Благодаря центру будет оказываться помощь волонтерам По части организационных, методических, образовательных И консультационных ресурсов Дворец культуры Северо-Осетинского государственного университета Открыл двери для более полутора тысяч гостей Из братских республик Несмотря на высокий чин некоторых гостей Встреча проходила в дружественной обстановке Участниками мероприятия был проведен флешмоб В виде танца А в конце волонтеры образовали надпись «Молодежь Кавказа за мир» Хозяева мероприятия зачитала поздравления и наилучшие Пожелания от президента Республики Южной Осетии Государства Алании Анатолия Бибилова Председатель Республиканской молодёжной общественной Организации «Единая Алания» Михаил Кочев Уважаемые участники слёта добровольцев Приветствую вас и желаю успешной работы Вашему масштабному форуму Который объединил людей доброй воли Проживающих в республиках Северного Кавказа Высокую значимость волонтерского движения Подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Когда объявил 2018 годом волонтерства и добровольца При поддержке на высоком государственном уровне Волонтерство должно стать динамичным трендом И действенным инструментом для решения социальных задач Само понятие добровольчества благородно и возвышенно Добровольцы в чём бы ни заключалась их деятельность Помощи в экстренных ситуациях, сохранении природы, поисковых операций Организации культурных и спортивных мероприятий или защиты Родины Добиваются высоких результатов именно благодаря желанию оказывать помощь, исходя из душевного порыва Дарить себя, свою любовь и заботу другому человеку – это и есть истинный смысл жизни В современном мире волонтерский труд всё больше ценится и становится востребованным Если раньше волонтерам доверяли лишь какую-то мизерную работу То теперь волонтеры встречаются и в таких жизненно важных сферах, как медицина Студенты-медики из СОГУ также принимают участие во всех волонтерских движениях Делегации со всех республик Северо-Кавказского федерального округа продолжают пребывать в актовый зал СОГУ имени Костахи Тагурова Сейчас мы поговорим с одним из организаторов мероприятия – Владимиром Хасиевым Вам слово, Владимир! Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я являюсь студентом Северо-Российского государственного университета Учусь на третьем курсе и часто занимаюсь подобными вещами, то есть волонтерством В волонтерах я уже состою около трех лет, начиная с моего первого курса И каждый год у нас проходят различные мероприятия, такие как сейчас В прошлом году, например, у нас проходило мероприятие «Крымская весна», где мы все показывали, как оказывать, например, первую медицинскую помощь Показывали разные медицинские приемы Инициатор слета волонтеров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Таймазов выступил с торжественной речью Он поблагодарил всех собравшихся и сообщил, что партия большинства «Единая Россия» всегда поддерживала волонтерское движение и намеренно продолжать в том же духе Также он призвал выполнить всех свой гражданский долг на выборах президента Российской Федерации Сегодня нашей стране нужны социально ответственные, активные, благородные люди И я хочу сказать, что вам нужна поддержка И вас поддерживает президент нашей страны Это самое главное и важное доказательство вашей работы Мы со своей стороны Государственная Дума принимает законы для того, чтобы волонтерское направление развивалось, чтобы его поддерживали Я хочу сказать, что благодаря спорту, благодаря своей работе в Государственной Думе Так как я зампредседателя комитета по молодежной политике, спорту и туризму Я довольно часто общаюсь с молодежью нашей страны Не только Северного Кавказа Я хочу сказать, что у нас прекрасная молодежь Я хочу сказать, что у нас сильная молодежь Я хочу сказать, что вы сила и будущее нашей страны Глава Республики Северной Осетии Алания Вячеслав Бетаров поблагодарил Таймазова и всех собравшихся за подобного рода встречи И отметил высокое значение создания условий для волонтерской работы на всех государственных уровнях Волонтерство и добровольство – это фундамент развития гражданского общества Поэтому очень важно, что волонтерское движение набирает силу и проявляет себя по всей стране Тысячу добровольцев участвуют в поисковых отрядах и розысках пропавших людей в экологических и патриотических акциях Помогают в проведении масштабных форумов Не случайно этот год, как было уже сказано, объявлен годом добровольцев Создание условий для развития добровольства на всех уровнях От федерального до муниципального задача, которую поставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин Это значит, мы вместе с вами должны показать все наши возможности, наши силы, наши знания, наши желания Помогать тем, кто в этом нуждается, тем, кому нужна эта забота Мы видим сегодня разные аспекты работы Конечно, самой главной становится работа в социальных проектах Которые связаны с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья С теми, кому действительно необходима помощь, поддержка, надежное плечо и доброе слово Надеюсь, что год пройдет успешно И мы с вами сможем убедиться, что проявив волю, мы сделали немало Десятки тысяч волонтеров по всей стране каждый день участвуют в решении конкретных проблем Начиная от глобальных, таких как помощь в организации и проведении Олимпийских игр Так и забот жителей соседнего дома Это касается и Северного Кавказа Так, например, только на территории республики Северная, Осетия, Алания Официально зарегистрировано 11 волонтерских организаций В регионах Северного Кавказа проводится множество волонтерских акций Волонтеры оказывают помощь пожилым в быту Проводят ремонтные и сезонные работы Ухаживают за памятниками Великой Отечественной войны Безусловно, их работа значима и неоценима Ведь волонтерство – это акты доброй воли Доброе сердце, добрая душа – это основа общества В этот день, когда политические распри и конфликты отступили на задний план В зале Дворца культуры остались только неравнодушные люди Артур Таймазов особо подчеркнул Нет плохой нации, есть плохие люди Нам удалось побеседовать с представителями волонтерских движений с разных республик Выяснить цели и мотивы их прибытия на этот всекавказский форум Меня зовут Кузьменко Елена Сергеевна Мы приехали из Ставропольского края, город Пятигорск Естественно, мы приехали, чтобы побывать на самом масштабном и крупнейшем мероприятии Это слет волонтеров Северного Кавказа Какие у вас планы и виды на данные миссии? Я являюсь представителем, во-первых, культурного волонтерства Во-вторых, я заместитель регионального координатора волонтеров-медиков Ставропольского края Это общественное объединение И также я являюсь еще федеральным экспертом из молодежи Федерального агентства Мне хочется посмотреть на то, что сейчас молодежь может Еще встряхнуть своей стариной, поучаствовать в мероприятиях И, естественно, увидеть новые идеи Абсолютно то невероятное гостеприимство Осетии Которое не сравнится ни с чем абсолютно Как вам понравилось Осетия? Великолепно, просто мы вдохновлены, воодушевлены Это исторический облик города Ну, невероятно Мы на таком позитиве, на таких сильных эмоциях Потому что у нас горы, здесь немножко иначе Но нам все очень понравилось, замечательно у вас Город Махачкала Также у нас приехало 20 человек, делегации Наши планы сюда приехать, узнать, как поближе познакомиться с Артуром Наймазовым И с его ресурсным центром И так бы привлечение волонтеров в качестве уже лучших привлеченных, как тренеров Для того, чтобы они проводили тренинги в школах, вузах Потом есть такие базы, где дети инвалидуют Для детей инвалидов, чтобы были более сплочены, чтобы дети инвалиды не чувствовали себя Сегодня мероприятие у нас все хорошо проходит Встретились много знаменательных людей Делегация активистов-добровольцев из Южной Осетии поделилась впечатлениями Мы очень рады находиться здесь Здесь находятся очень серьезные гости Вот они уже как раз за мной проходят Это Карелин, Валуев, сам Артур Таймазов, глава Северной Осетии И очень много знаменитых гостей, которые принимают здесь участие Мы, в общем, с большим удовольствием находимся И думаем, что в будущем по работе мы сможем организовать в Южной Осетии Волонтерское движение, как здесь И организовывать такие же форумы, если не лучше, у нас на юге Осетии Слет посетили вице-спикер Совета Федерации Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак А также более десятка депутатов Государственной Думы В том числе Александр Карелин, Пувайсар Сайтиев, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Николай Валуев Среди гостей был и Михаил Пореченков Когда говорят «большое сердце», я считаю, что у Кавказа огромное сердце Сердце, которое невероятно искреннее И все люди сюда приезжающие это чувствуют Но и Олимпиада была все-таки на Кавказе И мы это ценим и понимаем Потому что весь мир увидел Россию через Кавказ И я думаю, что у всех, у многих изменилось отношение к нашей стране От того, что они увидели А кто первый их встретил? Это были волонтеры Для многих людей волонтерство – это способ самовыражения Долгий десяток лет огромное количество добрых порывов Не могли найти способ самореализации Приходилось стучаться в двери государственной власти Но теперь все в наших руках Поддержка волонтеров ведется на всех федеральных уровнях Подчеркнул Артур Таймазов Было бы желание В ходе встречи он узнал, что во Владикавказе нет условий Для тренировок Паралимпийской сборной республики И сразу вызвался решить эту проблему Ребята, от вас зависит Как вы будете представлять нашу великую Россию На 2018 года на чемпионате мира по футболу И также я хотела бы сегодня сказать нашим ребятам Ребята, поддерживайте наших спортсменов Которые сегодня защищают нашу страну Пусть не поднимается наш флаг Пусть не играет наш гимн Но в наших сердцах они всегда будут слышать гимн своей России И подниматься наш флаг После обсуждения краеугольных камней волонтерской миссии В СКФО состоялось награждение Выдающихся волонтеров ушедшего года Далее по программе все зрители были приглашены На просмотр российского фильма «Со дна вершины» Он был снят в 2017 году В нем рассказывается правдивая история о двукратном паралимпийском чемпионе Алексея Мошкине Он также был среди прибывших на слет во Владикавказ Пусть победит тот, кто больше меня любит Иногда добро приходится делать усилием воли Но благодаря волонтерскому труду у России, Кавказа в целом И в частности Осетии есть будущее Ведь нигде нет таких волонтеров, как на Кавказе Слет волонтеров завершился памятной селфи-фотосессией Кавказа в следующий день Кавказа в следующий день